Пап, ай! Похож на военный самолёт? Скорее, самолёт похож на аиста. Аист самая древняя птица на земле. Это будет сколько? Столько, сколько нулей прибавить к единице. Я серьёзно? Я тоже серьёзно. Пошли быстрее, тучи собираются ещё, град пойдёт. Идём. Здравствуйте. Здрасте. Теперь, сын, смотри, какие дядя Андрей будет показывать фокусы. Здравствуйте, дядя Андрей. Здравствуй, Фурхан. Эти фокусы большой специалист показывает вон, твой отец. Не скромничай. Когда отправляешься в Гуадьяну? Пока не знаю. Во всяком случае, с тобой в ближайшие дни буду прощаться. И с Фуркатиком тоже. На меня, значит, оставляешь заботы, и это всё хозяйство. Но ты не волнуйся, всё будет в порядке. Хочешь, возьми конфетку? Свой первый залп я посвящаю тебе, как бывшему начальнику нашей станции. Внимание! Первый. Готов. Второй. Готов. Третий. Готов. Пуск! Вот видишь, какой волшебник дядя Андрей. Захотел вместо града, пошёл дождь. Вот здорово! Молодец, Андрей. Расчёты оказались верными. Стараемся. А вообще-то сказать, я тебе по-настоящему завидую. Будешь работать с самим Грибовым. Фантастика. Ма, а мне стрельнуть можно? Ну, когда подрастёшь, дядя Андрей возьмёт тебя в помощники. И дай нам Бог с тобой стрелять только по тучам. А что там происходит в твоей заокеанской Гуадиане? За какие грехи небо решило стереть её с лица земли? Дракон! Дракон! Урагат! Урагат! Мануэла! Надо уводить детей! Опять дракон! Скорее! Мигель! Сынок! Иди сюда! Команданты, идёт смерч! Разорвал озон! Всё как в прошлый раз! Внимание! Граждане Синко-Песо! На наш город снова идёт смерч! Порт! Все суда! Выведите! Воскрытое море! Воскрытое море! Иди сюда! Слино-Песо! Продолжение следует... 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 Ну, хорошо. Успокойтесь, сядьте. Поговорим откровенно. О чём? Мы знаем, вам нужны деньги. Наша республика небогатая. Но мы заплатим больше, чем они. Где кассета? У меня нет кассеты. Я запрещаю вам покидать город. Все в машину! Я вернусь, и если к моему приезду не найдётся кассета, пеняйте на себя. Я вернусь, и я вернусь, и я вернусь. Я вернусь, и 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 я вернусь. Ваше имя? Рамон Иглесиас. Вы знали Грибова? Он мой друг. Вы знали Кавалье? Кто это? Кто умер в Месси? Француз. Чем он болел? Он был ранен. Что вам сказал француз? Просил передать жене футляр. Вы исполнили его просьбу? Да. Как звали жену? Ивета. Что было в футляре? Не знаю. О какой теории Грибова вы говорили с Хаджаевым? Я не разбираюсь в метеорологии. Уснул? Да. Избавь его от привычки просыпаться. Стой! А сыной Тони, он вместе с вами сюда приехал? Конечно. Сядь! Сядь! Держи. Вот тебе еще. О, сеньора! Что такая грустная? Здравствуйте. Есть проблемы. Спасибо, игрушка. Стойте! Подождите! Вы телерепортеры? Да. Я вас узнала по телевизору. Я вам сейчас все расскажу. Необходимо, чтобы вы все это знали. Готовится война. Новое оружие. Я все видела. У меня была кассета. Я спрятала ее. Потом ее у меня украли. Ее видели доктор Иглесиас. Патер Брокман. И... И... Успокойтесь, мадам. Успокойтесь. Я хотела бежать в Соединенные Штаты. Но ко мне ворвался Карлос. И стал искать кассету. Вел себя бесцеремонно. Угрожал мне. Повторите еще раз, ничего не пропуская. И завтра о вас узнает весь мир. Скажите, я не очень плохо выгляжу? Нет, нет. Очень хорошо. Смотрите сюда, в аппарат. О! Начинайте. 38-й калибр. Оружие профессионалов. Грабители очень торопились. Ничего не взяли, все на месте. Им нужен был доктор Иглесиас. Зачем? Доктор был дружен с Грибовым. Очевидно, они хорошо понимали друг друга. Вот почему, я думаю, им заинтересовались. Да нет. Вряд ли доктор что-нибудь понимал в работе Грибова. Наверняка Грибов рассказал ему о метеоружии. Это еще одна жертва дракона. Это машина Карлоса. Спрячься. Пропустите. У нас есть разрешение команданта Линьяроса. Мы из телевидения. Репортеры, пропустите нас. Пропустите. Командант Линьярос. Нас не пускают к вам. Распорядитесь, пожалуйста. В чем дело? Пропустите их. Пустите репортеру. Тело доктора Иглесиаса? Нет. Его медсестры. Командант Линьярос. Пару слов для американского телевидения. Что происходит в городе? Где доктор Иглесиас? Ищите сенсацию. Да, сенсация наш хлеб. Мы честно зарабатываем его. Красиво звучит. Но платят вам не за это. Тридцать сребреников. За честность никогда не платили. Возможно, завтра будет брифинг для прессы. Я вас поставлю в известность. Благодарю вас. А тридцать сребреников, дорогой мой, платили совсем по другому поводу. О-о-о! Мистер Хаджаев! Я рад вас видеть. Что нового, мистер Хаджаев? Пока топчусь на месте. Постарайся не попасться на зуб дракона. Ты знаешь, он стал что-то очень прожорлив. Продолжим наше занятие. Приготовьте тетрадки, листы, пишите. Революция победит. Мы учимся читать и писать. Это же я запишу на доске. Революция победит. Мы учимся читать и писать. Написали? Теперь проверим, как вы написали. Есть ли ошибки? Хорошо. Так. Можно мне? Что, Мигель, у тебя две ошибки или три? Нет, сеньора Мануэлла. У меня две ошибки. У отца три. Помолчи, сынок. Нехорошо выдавать своего отца. Мигель прав. Вы, Хуан, должны брать пример сына. Он пишет диктант лучше вас. Да. Откуда у вас эти листки? Да мы шли, смотрим, лежат. Вот и взяли. Мы подобрали у метеостанции. Там, после урагана. У нас еще есть дома. Если надо, можем отдать. Анна, пожалуйста, продолжи занятия. Идемте, Хуан. Так, еще один вопрос. Кто доставил к вам раненого к валье? Я не знаю человека с такой фамилией. Матушка, а может быть так звали человека, который умер у нас от ран? Его принесли к нам бойцы революции. Спасибо. А кто еще, кроме нас, интересовался судьбой умершего? Никто. Арнелла. Смерть француза установил доктор Иглесиас. А траурную мессу служил патер Брокман. Да, еще к нам приезжал компаньеро Карлос. Арнелла, идем. Наша телекомпания благодарит вас. И вас тоже, матушка-настоятельница. Нитка тянется, клубок катится. Все окей? Моя интуиция, меня никогда не обманывала Иветта. Я чувствую, что мы заработаем кучу денег. Ее величество, госпожа Удачи, явно к нам благоволит. Обойди их, Рамос. Что им нужно? Компаньеро, в чем дело? Военный патруль, проверка документов. А? Подписано команданте Линьяресом, вот. В комендатуре похищена пачка таких пропусков. Доедем до командного пункта, там разберутся. Не имеете права! Входите в машину. В машину! Я сяду за руль. А на базовую метеостанцию отправим автобус и остальное. И сегодня же. А завтра уже можно снимать показания приборов. Думаете? Уверен. Как долго вас не было? Я соскучился, Мануэла. Вы уж на хвана, пожалуйста, не сердитесь. Он не хотел вам навредить. Мы думали, эти листки и книги никому не нужны. Мы их нашли в стороне, вон там, после урагана. В книгах картинки, ваши города. Мы будем читать ваши книги. Книг у нас мало, а тетради совсем нет. Если бы мы знали, что это Амиго Грибова, сразу бы принесли. Отец мой боится. Он сидел в тюрьме при диктаторе. Спасибо. Книги себе оставьте. Вам нужнее. Патер пришел сюда, когда дракон успокоился. Мы уходили, а Патер все сидел за столом и бумаги Амиго Грибова смотрел. Это доктор Иглесиас, друг профессора. Товарищи, да вы знаете, что вы нашли. Это же такое. Мигель, я куплю тебе все мороженое синку-песо. Мануэлла, у меня к вам просьба. Это дневник. Будет лучше, если вы его сегодня передадите Ленина Росу. И вы мне доверяете такое важное дело? У вас его не будут искать. Выходи. Быстрее. Я предупреждаю, мы двое подданные Соединенных Штатов. Учтем все это. Проходите. Сеньора. А я француженка. Более приятного вы не могли сообщить, сеньора. Проходите. И мне туда. Лучше бы тебе умереть, чем быть изменником. Прости, отец. Прости. По-моему, они такой же патруль, как я, раввин. Ну, ты сойдешь за раввина, у тебя грусть в глазах. Когда они сойдут за патруль? По-моему, это провокация. Руки за голову. К стене. Вот так встреча. Слушай, это же Берт. Вы совсем не изменились после Вьетнама, старик. Руки за голову. Ну и порядки у вас. А вы, я вижу, так и остались наглыми репортеришками. Даму прихватили из чужого борделя. Обыщите автобус. Кассета должна быть там. В автобусе нет, нет кассеты. Даю слово. Ищите. Пожалуйста, входите. Входите, Вейстер Хаджай. По вашей коллекции масок можно писать диссертацию. По этнографии индейских племен. Память о прошлом. Ищи юношей, я нес слово Господне в Конго. Вы снова собрались в дорогу? Да, я решил навестить прихожан в Северной провинции. Но вас я пригласил не для демонстрации коллекции. Я хочу предоставить вам возможность познакомиться с уникальной видеозаписью по теме профессора Грибова. Но откуда вам известно, над чем работал профессор? Он не делал из этого секрет. Наука о метеорологии, паттер и профессор. Но Богу было угодно из невозможного сделать обыкновенное. Но для начала я угощу вас кофе. Я его варю по рецепту, известному мне одному. Его очень любил профессор Грибов. Я надеюсь, что вам тоже понравится. Я отрываю вас от дел, но вы не пожалеете. Я должен закончить оборудование станции на месте, которое выбрано Грибовым. Это самое удачное место в районе. Оттуда лучше всего вести наблюдение за ураганами. Это там, где его убили? Нет, где нашли его тело. Кофе готов. На такой случай я всегда держу кипяток в термосе. Маленькая чашечка кофе. Перейдем к делу. Вкусно. Палендерт, кассеты в тайнике нет. Для вас небольшой сюрприз. Вьетконг, ох, как я еще молод. Мое хобби. Фотографии знаменитостей. О, да. Господин Берк. Да. Ты в этом уверен? Окей, еду вместе с ней. Садись в джип, ты мне понадобишься. Хорошо. Да. Люди стареют. Все приходит к своему логическому завершению. Последняя сенсация. Передача лицом к лицу. Цивилизованный мир узнает. Правдолюбцев, Алана Макги и Вилла Николса убили коммунисты. Убита совесть демократической журналистики Америки. Совесть нельзя убить. Пробовали. Еще много веков назад. Продолжение следует... Продолжение следует... Я господин Берк. Догнать. Слушаюсь. Почему ты здесь? Они с ними! Ваш приказ, сэр. Что бы ни случилось, я должен быть за рулем. Черт. Ушел, мальчишка. В этой сельбе можно спрятать целый город. Черт. Отец! Прощайте, я уезжаю. Прощайте, я уезжаю. Прощайте, я уезжаю. Тони! 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 Теперь я понимаю, кто убил Грибова. Увы, сын мой, это недоказуемо. Но вам я признаюсь. Профессора погубила его доверчивость. Там, на дороге, он не ждал от меня беды. Грибов не был настолько доверчивым, что бы возить с собой обвинительный приговор дракону. А вы ведь рассчитывали заполучить его дневник? Мы продолжим разговор после просмотра этой пленки. Роберто! Убитый репортер телекомпании США. Кто убил? Необходимо выяснить. Бандиты в нашей форме. Они направились к дому Паттера. Да, поняла. Продолжение следует... Как попала к вам эта кассета? Пути Господни неисповедимы. Это оружие? Да. Метеорологическое. Не разгадая Грибов секрет дракона, можно было свалить это преступление на стихию. Вот когда ваша кассета имела бы большую цену. Так вы полагаете, что сегодня кассета обесценена? Безусловно. Ну, а что бы вы сделали, попадя нам в ваши руки? Использовал как еще одно доказательство. Права ты Грибова. Сын мой. А вдруг исчезло доказательство? Как? Вы их сами отдадите мне. Не получится. Есть тысячи способов добиться послушания у таких упрямцев, как вы. Ну, я... Руки на затылок. Опомнитесь, компаньерос. Тут какое-то недоразумение. Я пастор Брокман. Здравствуй, Франц. Дерт. Испугался, старый грешник. Как ты попал сюда? Из-за кассеты, которую ты украл, мадам. Мадам? Вы ведь... Вы, вы, вы взяли кассету. У нас мало времени. Не будем морочить друг другу голову. Может быть, Иглесиас? Доктор не в счет. Как быстро люди забывают добро. Помнишь, как я спас тебя, когда ты влип в авантюру с продажей оружие против Кастро? И я же помог тебе бежать в Конго, а там опять нашалил. Тобой заинтересовался Интерпол. Мне пришлось переправить тебя в Гуадиану. Питает дружеские чувства. Эту великолепную сутану на тебя напялил я. А теперь отдай кассету, Франц. Пришло время платить долги. Если бы я действительно владел кассетой и отдал бы тебе ее по старой дружбе, ты бы перекончил меня. Ты всегда убирал свидетелей. Придется заняться тобой всерьез. Мадам. Обыщи его. Ты кто? Хаджаев. Метеоролог. А. Помощник профессора Грибова. Судьба. Вам придется совершить путешествие по ту сторону границы. Господин Берт. Срочно. Тревога. Послушайте. Развяжите меня. Я скажу вам, где кассета. Кассета? Да, да. Брокман здесь ее спрятал. Я знаю, где она лежит. Вон нож. Задержи их на полчаса. Что? Не можешь? Я должен найти кассету. Сейчас здесь будут республиканцы. Откройте огонь. У меня всего два автоматчика. Выполняй приказ. Слушаюсь. Занять оборону. Тони! 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 Пристрелись своего старика. Тони! Подумайся, что ты делаешь, сынок? Подумайся. Выполняй, что ты делаешь! Тони! Отружи дом. Тарлос? Я здесь. Хаджаев! Хаджаев! Это я, Линьярос! Выходите по одному. Где кассета? Сейчас. Он нам нужен живой. Враг мертвый лучше врага живого. Мразь. Продажная скотина. Что это, кассета? Она принадлежит мадаму Вети. На этой кассете слишком много крови. Мадам, пожалуйста, пару слов. Прошу вас, всего пару слов для радиослушателей, для телевидения. Ну что, компаньер Хаджаев, основательно подготовился к брифингу? А ты? Ты готов ответить на вопросы? На какие вопросы я отвечать не собираюсь. Придется. Не понял. Сейчас поймешь. Как случилось, что ты стал врагом революции? Что? Это провокация. И ты поверил клевете на преданного солдата партии? У пленного радиста сохранились записи твоих переговоров с Бертом. На случай контрольной проверки. У них так заведено. Когда надо было свергнуть диктатора, позвали Карлоса. Борьба с контрреволюцией, Карлос! С разрухой, Карлос! И, наконец, победа. И вы избираете в президента старика. Его избрал народ. Народ избирает. А диктуете ему вы. И вы решили наказать Карлоса за право быть первым. Превратили меня в ничто. В твоего помощника. Вот тогда меня и нашел Берт. Они сказали, ураганы принесут разруху. Голод и разруха победят революцию. А тебя мы сделаем президентом истинно демократической республики. А сделали рядовым преступником. Я не преступник. Я ваш враг. Революция! Это не игра во власть. Сдай оружие. Дамы и господа. Уважаемые сеньоры. Товарищи. По поручению правительства республики я должен сделать заявление. Последние два года для испытаний нового метеорологического оружия империалистические монополии избрали в качестве полигона территорию нашей республики. Подданный империалистической державы полковник Берт с группой вооруженных бандитов незаконно проник в нашу страну и убил сотрудников независимой телекомпании. Репортера Алана Макги и оператора Вилла Николса. Вдова-химика Жермена Кавалье бывшего сотрудника секретного полигона в сопредельной стране и в этой леден передала нам видеокассету где запечатлены различные моменты испытаний метеорологического оружия. Прокомментирует хронику метеоролог Хаджаев. Советский ученый профессор Грибов в течение двух лет изучавший повадки ураганов, обрушившихся на республику Гуадиану теоретически доказал применение метеооружия против молодой республики избравшей социалистический путь развития. Кинокадры, которые мы сейчас увидим подтверждают правоту гипотезы профессора. Пожалуйста, включите экран. Смерч средней силы такой, как мы видели на экране эквивалентен взрывам нескольких атомных бомб. Ракеты, запущенные в направлении Смерча многократно увеличивают его силу. Степень изощренной изобретательности ученых завербованных политиками всегда соответствует степени извращенности самой политики. Только при растворе душ можно изобрести подобное изуверское оружие. Так Смерч становится управляем. Становится орудием смерти. Бельгийское радио, есть ли противоядие против такого античеловеческого оружия? Безусловно. Запустить сотни специальных ракет, использовав при этом десятки тонн йодистого серебра. Внимание! Готовность номер один. Сотни перопатронов. И тогда возможно нейтрализовать дальнейшее развитие Смерча. У нашей молодой республики не хватит сил с этим справиться. Сообщите Хаджаеву, идет смерть! Срочно! Так, записываю. В трехстах милях в океане возник смерть. Он зарегистрирован приборами метеостанции. Мир узнал тайну Кроуфорда. Посмеет ли он теперь повторить опыт? КОНЕЦ КОНЕЦ Я сегодня обращаюсь к народам мира. Помогите гладяне! КОНЕЦ 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 КОНЕЦ